Утро на Болткоме 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 не предлагать зрителю. То есть это всё-таки пьеса. Ну, скажем так, вот с некоторым нашим размышлением над ней. — А в чём вот причина, почему это не становится спектаклем, а вот в читке? — А вот честно скажем, потому что, ну вот, а, нам интересно опробовать материал на зрителей. То есть всегда, ну как, когда выбирается пьеса, она всегда проходит несколько кругов. Первый, конечно, это мы сами, да, когда ты там выбираешь, читаешь, тебя цепляет, потом ты не спишь, спишь, просыпаешься, думаешь, приходят какие-то образы, да, приходят, как, начинаешь слышать какую-то музыку, видеть какие-то картинки, и ты говоришь себе, о, да, отлично, есть темы для разговора. Ну, с людьми, с зрителями. Следующий круг — это наши ребята, наши участники нашего проекта. Когда мы приносим её и говорим, ну, что скажете, люди говорят. А третий круг, конечно, это люди, которые приходят в зрительный зал. И чем нам интересен формат читки, что мы всегда вызываем людей к ответному разговору. После читки мы всегда общаемся с людьми и готовы выслушать всё. И как положительные какие-то мнения, так и отрицательные. И здорово было бы, если бы потом это превращалось в спектакль. Не всегда так у нас получается, только лишь потому, что у нас как бы ресурсов мало. Ну, мы маленькие, действительно. Мы не скрываем этого. Но, в принципе, было бы здорово, если бы потом, пройдя уже через вот этот третий круг зрительского, скажем, одобрения или неодобрения, мы могли бы начать работу над спектаклем. А можно вот для наших слушателей вот действительно копнуть? Я понимаю, что вы всё-таки больше знаете, почему появился этот жанр? Вот 20 лет он уже существует. Просто, ну, чтобы для людей не пугало, потому что, ну, некоторые думают, что, может быть, это не совсем... Ну, то есть, что это такое? Может быть, это просто как репетиция прогон, мы просто присутствуем? А это то, что это вот полноценный, но как бы просто отдельный жанр? Ну, смотрите, ведь пишется много новых пьес, да? И очень часто эти пьесы не превращаются в спектакли. Ну, в силу разных причин. И у нас есть уникальная возможность представить новые пьесы. Мы читаем всегда новые, современные пьесы. Хотя, ну, как, относительно новые. Например, песочница, которую мы будем читать, она вот, например, на моей внутренней полке драматургической, она лежала уже, наверное, лет 8. Она просто там лежала, потому что не было возможности. Но она нас зацепила. И сейчас мы будем ее читать. Это пьеса, написанная в 2001 году, по-моему. В 2001 году. Но в любом случае, это современная драматургия. И у нас есть прекрасная возможность представить людям, нашим зрителям, представить драматургию современную. Потому что, как правило, пьесы же никто не читает. Да, люди там с трудом находят время при нашем сегодняшнем ритме жизни, с трудом находят иногда время для прочтения прозы, да? Или там какой-то специальной литературы, профессиональной для себя. А так, чтобы читать, там, брать пьесу, человек, ну, обыкновенный, да? Там брал, ой, как я сказала, человек обыкновенный. Простите. Чтобы вот, ну, человек рядовой, да? Живущий своей нормальной, обычной жизнью. Он брал пьесу и читал там слева, кто сказал, а там справа, что сказал. Да, ну, это было бы странно. А мы можем представить это. Ну, там еще есть такой момент, довольно интересный. Ну, и сами зрители, как бы, об этом говорят, что в твоей голове, в голове зрителя в момент читки рождается совершенно свое кино. Не знаю, вы хотите там спектакль, своя история. Такая, какую не нарисует ни один реальный спектакль с реальными решениями. А я еще это сравниваю. Это, знаете, это как в детстве сказка на ночь. Вот тебе читают, и у тебя, и ты уплываешь. Это уместная параллель, на самом деле. И это совершенно точно так. Потому что без помех. Почему у нас без помех? У нас сегодня интересное утро. Мы говорим о новых форматах. Вот только что вы разминулись с нашим предыдущим гостем, Антон, руководитель Рига Стендап. Стендап тоже достаточно новое для наших широт движения. Вы реализуете формат читки. И тоже с непрофессиональными актерами. Вы не просто так называетесь арт-платформа. То есть вы не театр, вы арт-платформа. Куда приходят люди, что называется, с улицы. И чему-то обучаются, потом становятся актерами. Насколько эта возможность востребована? Кто к вам приходит? Как много и много ли остаются? И в чем... Что заставляет людей обратиться? Ну вот хочу попробовать себя на сцене. Хочу там почитать. Хочу, чтобы мне поаплодировали, обо мне поговорили и так далее. Ну, наверное, как-то потребность такая реализовать какие-то творческие замыслы, мысли просто. Ну, я думаю, что... Чего не дает, может быть, и жизнь реальная, работа реальная. О чем когда-то, может быть, мечтал выйти на сцену, сделать что-то такое интересное. А стал хорошим специалистом в какой-то определенной сфере. И опять скажу, вот некоторые наши люди, которые к нам приходят, говорят, как хорошо, вот спускаешься к вам сюда, и все остается наверху. Что у тебя за статус, какая за вклада, какие взаимоотношения с подчиненными, вот какое-то другое совершенно пространство. Я думаю, что мотивы все-таки очень разные у людей. Кому-то актерское мастерство необходимо для жизни или для работы. Преодолеть себя, какие-то комплексы страхи, публичных выступлений. Совершенно верно. Человек приходит получить какой-то навык, инструмент рабочий для того, чтобы потом его применить в жизни. Подходит, годится. Для кого-то это потребность влиться в компанию интересных людей, досуг. Приходить, общаться, какие-то вступать в отношения творческие. Для кого-то нереализованное желание по тем или иным причинам именно в театральном, в каком-то своем, сценическом применении. Мечта была, потребность осталась, не получилось. Поэтому вот каждый, каждый, каждый все-таки по-своему. А остается, не остается, вот действительно, вот. Ну, то есть человек прошел какой-то курс, получил знания, вот дальше что с ним? Ну, практически все. Дальше мы играем то, что мы... Прошел курс, да, мы, как правило, это два-три года. После чего мы делаем, извините, продукт, да, выпускаем спектакль с этими людьми, которые вот в одной группе были. И этот спектакль начинает работать. У нас уже этих спектаклей, и, как правило, практически все, кто в нем был занят, остаются и работают. Дальше мы берем новые работы с ними. Так вот сейчас... У нас, между тем, вот есть звонок 67212-939, номер телефона, да. Доброе утро. Доброе утро. А вот при советской власти, там же при каждом заводе, колхозе были клубы, художественная самодеятельность, народный театр, так называемые. Люди с удовольствием там, и бухгалтера, инженеры, рабочие, они все были на сцене равны. И вот если почитаешь биографию у многих людей искусства, их заметили именно на смотрах художественной самодеятельности. Спасибо. Спасибо. Сразу вспоминаем, конечно, да. Спасибо, это как историческая ремарка. Знаменитый, да, берег из автомобилей. Я все же не слышал. А там женщина говорила о том, что как раз-таки вот раньше в советское время были народные театры. Да, да. И это вот, ну, не является ли это каким-то продолжением, может быть, да? Ну, да, по формату, да. Замечательное сравнение. Не замокнутся ли нам. Да, да, да. Отстояло у стандарта. На самом деле, они же были свойственны не только Советскому Союзу, но и на Западе. Непрофессиональные театры и истории его насчитывают не одно десятилетие. А сталкиваясь с вот этими подчеркнуто талантливыми, но не реализованными людьми, как часто попадаются, что называется, полнолунные, которые приходят, и с ними очень тяжело. И человек никак не понимает, что несмотря на то, что он хочет и считает себя классным и способным, на самом деле, господи, господи, скорее бы ты ушел и понял, что тебе это не нужно, и ты всем мешаешь. Вот не пойду в ту сторону, господи, скорее бы ты ушел. Мы вообще для себя ставим даже еще такую другую, с другой стороны задаем. Вот любой человек, который приходит, мы не устраиваем ни приема, ни кастинга, ничего. Человек приходит такой, какой он есть, и нам интересно, не поломав его, оставив его в совершенно своих таких индивидуальных тонах, дать ему понять и сделать это возможным, его выход на сценическую площадку. И очень часто получается. То есть, ну, вот я понимаю, что этого человека, ну, никак бы не приняли, там, с первого тура, с консультацией уже слетел бы, потому что он тот-то не так говорит, или так-то выглядит, так-то как-то двигается. Ну, совсем-совсем нет. Ему есть место на площадке. Нам интересно вот это. Нам интересно... Добавлю, извините, ведь на самом деле, ну, что такое актерское мастерство? Актерское мастерство это... Я в предлагаемых обстоятельствах. Да, и это то, что, я сейчас со стороны зрителя буду говорить, это выразить то, что я чувствую. Актер, он выражает то, что я чувствую, понимаете? О чем думаешь, что ты чувствуешь? Ну, просто надо это, ну, выразить. Чувствуем по-разному, как Андрей сказал, кто-то так, кто-то по-другому. Просто надо это научить человека выражать. Выражать себя. Поэтому тут как бы возможности большие. У меня еще один такой деликатный вопрос. Ведь часто, когда мы знаем, ну, репетиции, спектакли, там, режиссеры, бывают часто, ну, жесткими, жестокими по отношению к актеру, для того, чтобы заставить его пережить что-то там. Там, рыдай, там, типа, ты бездарность, ты никто. Вот, наконец-то ты зарыдала, там, ну, вот. Вот настоящее чувство, да. Вот готовы ли... А вот настоящий режиссер сидит рядом с... Готовы ли люди, которые приходят, перейти... Я с этим человеком каждое утро в эфире-то, а вот этому... Я сразу вспоминаю этот «Виплэш», например, вот фильм про музыканта, где вот, ну, он только в конце понимает фильма, что вот этот жестокий вот его педагог, который его мучил, который швырял в него предметы, на самом деле хотел вытащить его вот на какой-то совершенно новый уровень. Да, но вот не всем, но вот насколько вот... Я честно скажу, я не знаю, как Андрей, пусть он сам за себя скажет, но мне очень тяжело, потому что, ну, мы актеры, ну, я актриса, я не могу так, я могу только ходить вокруг и говорить, ты можешь, ты можешь, ну, давай, ты можешь, ты можешь. У меня не хватает вот этого, мне не хватает этого. Это такое режиссерское, скорее, когда... Так ведут себя люди в профессии режиссеры, которые не стояли на этой стороне, которые не знают, как это тяжело, как это больно, как это страшно. У них другой подход. Они просто этого сами не пробовали. А когда ты на этой стороне, там, регулярно бываешь, тогда ты понимаешь, что, ой, нет, ну, пожалуйста, нет, не мучайте человека, ну, как-то помогите какими-то другими средствами ему. Но, честно скажу, иногда бывает... Ведь у меня не хватает этого. Моё вот это благодушие и, как бы, моё человеколюбие, оно иногда сильно вредит всем. Я пытаюсь иногда, да. А! А! Чтобы разбудить чувства. Что ты мне показываешь? Ты мне изображаешь, что с тобой что-то происходит. Пусть это с тобой происходит. Ну, и вот тогда надо, может быть, уколоть или ещё что-то. Не изображая, а прожевать. Говоря о пьесах, вы упомянули произведения и российских авторов, и французских, современных... Польских. Польских. Что касается местного материала, присутствует ли он в ваших постановках, предлагается ли вам, есть ли вообще кому предлагать и материал, с которым работать? Ну, вот, честно, мы скажем, сейчас белое у нас такое пятно, вот, не приходилось. Может быть, наша вина в этом, может быть, невнимательные. Ну, не приходилось. Откуда вообще пьесы приходят? То есть, как вы выбираете, и есть ли, ну, какие-то, не знаю, базы, ведь это, ну, наверняка где-то публикуется, то есть... Ну, как бы, есть, да, там есть фестивали очень известные, та же самая Любимовка, да, где приходит каждый... Ну, я сейчас говорю про российские пьесы, где приходит каждый год там энное количество интересного нового материала, иногда там более интересного, иногда менее интересного. Я иногда смотрю, что делают другие люди, да, я как бы, мне интересно, ну, во-первых, да, что ставят там, там, там и там, это толкает тебя как-то прокладывать дорогу к знакомству с новыми авторами, ну, вот, есть такой путь, да. Потому что что-то такое, я говорю, лежит в наших головах подолгу, бывает такое, что долго лежит в голове. Из таких пьес у меня сейчас, наверное, порядка пяти. Было бы время, были бы возможности, не было бы ограничений, не было бы никаких вот этих припонов, да, ну, да, где-то порядка пяти пьес, которые я прям знаю, что это точно то, что вызовет интерес у людей, потому что там есть темы для диалога. Мы всегда ищем тему для диалога. — Кстати, говоря о нынешних эпидемиологических ограничениях, они наверняка отразились на вашей работе. Приходилось ли проводить репетиции, те же самые читки в Зуме? — Конечно, мы ушли в Зум, мы ушли в онлайн, мы там пробыли, наверное. Мы выпустили онлайн спектакль, да, в прошлом мае. — В прошлом мае, который сейчас хотим перенести. — В прошлом мае мы рассказывали, да, вы планируете его перенести прямо? — Да, мы начали, сейчас мы вернулись к репетициям, к живым репетициям, и очень хотим сделать сценическую версию, это будет совершенно другой спектакль. Это интересно. — А насколько вот в пьесах, если взять шекспировские пьесы, там огромное количество персонажей, там гвардейцы, там просто... А в современных пьесах, как правило, мы видим пьесы на два, на три актера. Это вот Вени. — Песочница. — Два персонажа. — Ну, это тоже бывает очень по-разному. Вот, к слову говоря, мы сейчас надеемся, что в феврале, ближе к концу февраля, мы всех пригласим на... Это будет еще не премьера, это будет work in progress, нового спектакля, «Две двери», замечательная, абсолютно лабораторная, ни на что не похожая пьеса Павла Ханова, современного российского драматурга. Там два действующих лица. В спектакле у нас занято семь человек. Так что добро пожаловать. — То есть как два действующих лица, семь человек. — Приходите, вы видите. — Интересно. — Ну, с другой стороны, у нас, пожалуйста, круги, там, по-моему, 13 человек занято. — На самом деле, это тоже задача таких студийных организмов, как мы. Это всегда задача, чтобы дать всем людям полноценную работу, чтобы всем было интересно, чтобы никто не пострадал. Это опять начинается, включается моё, это актёрское человеколюбие, чтобы все были охвачены, окучены. — Чтобы не было древности у этой актёрской. — Опять главная роль у меня прошла. Знаем мы, как у вас там роль распределяется. — А бывают действительно главные, неглавные роли, или вот каждая роль действительно должна быть? — Мы стараемся... Ну, бывают, конечно. Ну, как же, бывают. Но я убеждена в том, что нет, сейчас скажу такую тривиальную, ужасную какую-то фразу, но нет маленьких ролей. Но это правда так. Можно сделать эпизод так, так же, как и в кино, но это же правда. Можно сделать эпизод так, что он затмит любую главную роль. Не существует этого. А, к слову говоря, ещё вернусь, потому что это интересный опыт очень был для нас. В спектакле «Круги», который у нас играется уже третий сезон, ну, как бы, если вынуть, да, вот этот период локдаунов, пока мы были в онлайне, мы сняли в онлайне дополнительную сцену и закюарили на программку, на билет, и предлагаем нашему зрителю после спектакля 20 минут, сцена 20 минут. Она просто у нас не вошла в сценическую версию, она очень большая, и она как-то вываливалась и по времени, и по структуре спектакля. И сейчас у нас прекрасная возможность для наших зрителей, уйдя после спектакля домой, навести телефон на нашу программку, которую он взял с собой, перенёс домой, и посмотреть ещё 20 минут сцены из этого спектакля в онлайн-версии. Возвращение. Так что, мне кажется, это хорошо. Где приобрести билеты нам, я понимаю, на последние минуты? Сейчас, исходя из всех вот этих сложностей, да, перипетий, мы приняли такое решение. Обычно мы распространяем билеты через онлайн-кассу, через Е-кассу, тикет, шоп, лв. Сейчас всё резервируется через телефон, для того, чтобы не было бы вот этих возвратов, потому что переносились спектакли, переносились даты, люди очень часто, к сожалению, заболевают от касс, нет возможности прийти, да, поэтому всё через телефон, который можно найти на странице в Фейсбуке, facebook.com.stadia.lv. Все ивенты регулярно, всегда всех ждём в гости. На 15-е билетов нет. Понятно. Приходите, пожалуйста, тоже к нам. Хорошо, огромное спасибо. Андрей Горкович, Татьяна Черковская, руководители арт-платформы Stadia, Stadia.lv, все подробности там, кто хочет попробовать на сцене. Пожалуйста, в стендапе, к стендаперам на сцену, стадия ЛВ, прекрасно, уникальные возможности. Кстати, для местных драматургов надо уже, наконец, разнообразить репертуар. Ну, помогите, помогите Андрею, Татьяне, материалам, да, как так, чтобы у местных не было ничего в жизни, такого не бывает, не верю я в это, просто надо проявить инициативу. Спасибо огромное, удачи новых постановок. И снять с этих ментальных полок еще пять залежавшихся там проектов очень вам во душе. Желаем хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. И слушайте радио Болт.